Всем большой привет! В этом месте я как стахановец уже третий раз попала в фикс прайс и спешу снова поделиться своими находками и покупками. Уже выстроила я баррикаду роллтонов. Это картофельное пюре с сухариками. Вот хоть тресней, я просто обожаю пюре роллтон. И мимо него вообще пройти не могу ни в одном магазине. Также моя несравненная паста коллекшн. Но в этот раз я взяла не рожки, а спагетти, длинные макаронины. Взяла молоко цельное сгущенное, 55 рублей, очень хорошая цена. Крутила-вертела, плохо не поняла я, насколько оно жидкое или густое. Но вы знаете, настолько плотно налито, мне это очень порадовало. Ну вот смотрите, густое, он прямо очень густое. Классное молоко, прямо вау. И пахнет вкусно. 55 рублей за такую баррикаду. Очень даже здорово. Сколько тут грамм? Не вижу. 500 грамм. Много. Также сегодня увидела впервые вот такие печеньки. Печенье с лодочи. Вау. Земляничный. На вкус еще не знаю. Решила взять, попробовать. Ну, взяла я на пробу не одно, вдруг решила не распробую. В упаковочках 100 грамм. В общем, земляничного я взяла 3 пачки. И потом еще раз глядела, что есть вот такое печенье шахматное. Вот такие в форме шахматок. Шахматное с лодочи тоже. Ну, аромат-то вроде печенья. Дальше. Из еды тоже часто беру во всех магазинах, включая фикс прайс. Это томаты черри маринованные. 550 грамм. В упаковке, в банке. И вторую баночку я взяла уже от луговицы. Там алсартель, а тут луговица. Томаты с зеленью в заливке. Но тут уже 720 грамм. Консервированные. Без уксуса эти. Помидоры я люблю. Когда есть роллтоны, помидоры это все. Ну, давайте теперь о более интересном. Из еды. Вы знаете, я уже когда пробивала на кассе, вспомнила, что я у Нафисы видела вот такие вот батончики. Яблоко с корицей для стройности. Давайте вот так поближе покажу. И пока мне девушка пробивала, я побежала там, где эти батончики могли продаваться. Увидела их. Сейчас я вам покажу, что я хватанула. Не глядя. Потому что время было ограничено. На таких для стройности, как оказалось потом, у меня 4 штуки. Также я вот такой взяла батончик кофе с шоколадом для энергии. Их у меня 2. Вообще, я думала, все они идентичные. И 2, как оказалось, я вообще взяла протеин бар. Что это такое, я еще сама не поняла. Мады на рассе. Что это и для кого, и для чего. Пищевая энергетическая ценность. В общем, вот это я еще не пробовала. Даже не знаю, что это такое. Давайте откроем, посмотрим. Вот их я тоже 2 взяла. Но я думала, это я все для стройности хватаю. Но вот оказалось, что тут что-то с протеинами. Сейчас я вам тут нашуршу. В общем, вот этот. А, вот он как выглядит. Как шоколадка. Такой внутри. На ногу похоже внутри. Ну, ладно. В общем, если интересно, я в комментариях напишу, вкусно было или нет. Я уж сейчас не буду прожевать, сидеть. Ну и снова купила вот такое печенье. Я мимо него уже какой раз не прохожу. Где тут? Вот. Печенье сахарное, сеточка с шоколадом. В упаковке 400 грамм. Она очень большая. 50 рублей стоит. Если где-то я с ценами могу ошибиться, то я в конце покажу чек. Я в этот раз пришла с чеком. Взяла в этот раз себе две тарелочки. Я уже брала такой формы тарелки. Мне очень удобно именно из таких кушать. Это стекло. Оно очень красиво смотрится и на столе, когда у каждого разноцветная своя тарелочка. И вы знаете, если честно, очень красиво смотрится даже в раковине. Мыть такую посуду одно удовольствие. И вторую я взяла вот такую. И теперь у нас таких тарелочек стало побольше. А вот которые белые, с цветочками, я их потихонечку убираю. Следующая. Конечно, была одна корзинка. Сколько хожу в фикс прайс, ни разу я не смогла застать вот эти корзинки. Наконец-то я ее застала. Она мне была очень нужна. Я не знаю, есть ли кто-нибудь, кто не знает эти корзинки. Вот такие вот перекладинки в этой корзиночке. Красоту, чтобы не сбивать. Оно, если видите, верхние углы расширяются. И, наверное, вниз мы вставляем в пазы узкой частью, а кверху широкой. Очень удобно в таких корзиночках хранить декоративную косметику. Мне она для этих целей и нужна. Нет, здесь будет некрасиво. Давайте я банки буду закрывать лучше. Вот так. Следующее. Мне надо будет шить пупса. И, к сожалению, махровых носочек я нигде не нашла. Но нашла вот такие замечательные перчаточки. И я думаю, что пупс-мальчик будет смотреться очень-очень красиво в такой одежке. Прямо она такая голубая, вся ажурная. Посмотрим. Я потом покажу, что у меня получилось. В общем, вот такие перчаточки. Они, по-моему, 50 рублей. Хотя сейчас я не знаю, есть ли что-нибудь 50. 55, скорее всего. Ну и два предмета у меня остались за 99 рублей. Это вот такие вот варежки. Я эти варежки взяла сыну с горки кататься. Но у меня было огромное удивление, когда в ценнике я прочитала варежки женские. Так что, девочки, если вам нужно под какую-нибудь красивую шубку варежки, то в фикс-прайсе вот такие вот женские милые рукавички есть. Ну а уж я сыну с горки. Ну смешно, конечно, какие же они женские варежки, если это сам настоящий пацанье варежки для горок. И последняя вещь, которую я купила тоже за 99 рублей. В прошлый раз я прошла мимо этой вещи. Я видела. Это вот такой блокнот. Ну а на днях я попала к Катюшке Путяковой на страничку на ютубе. Увидела, как она этот блокнот хвалила. Купила. Причем купила она целых два. Ну и сегодня увидеть этот блокнот, я уже даже не сомневаясь взяла. На самом деле это очень выгодно. 99 рублей. Такая под кожу мягкая, приятная очень обложка. Даже такая мятая, как кожа. И вот это вот уже более гладкая вставочка. Поближе покажу. Очень-очень классно. Пахнет кожзамом, хорошим кожзамом. Хорошо работает кнопочка. Вот тут у меня, видите, какой-то, видимо, брак. Вот, видите. Ну, оно под кнопкой-то будет не видно, но тем не менее. В магазине же это ничего не открываешь. Страницы желтоватые. Не чисто белые. Ну, вот если чек чисто белый, но вам, наверное, не видно на камеру, то тут желтоватые. Календарь идет на 2017 год, 2018 и 2019. Поэтому можно и на следующий год оставить. Потом идут контакты. Имя, телефон, адрес и даже e-mail. Ну и, соответственно, идут дальше страницы. Листы в линейку. Сами пишите дату. Сами отмечаете, какой день недели. И можно писать. В конце он просто заканчивается этими же датированными страничками до конца. Вот такой, мне кажется, замечательный блокнотик. Ну, вот единственное, что вот может, видите, быть небольшой брачок какой-нибудь. Но тут поцарапано. Не испачкано, поцарапано. Ну, и не страшно. Вот и все, и нет никакого брачка. В общем, я очень довольна вот этим блокнотом. Он мне понравился. Вот такой набег был у меня в фикс прайс. Давайте посмотрим чек. Вдруг я где-то что-то ошиблась. А вам будет уже более понятно, чего я купила. Ну, очень мало стало цен по 50. Ну, а батончики 12,50 оказывается. Ну, видно, да? Все. Вот эти варежки женские, конечно. Такие боксерские. Перчатки лежат. Варежки женские. Ну, пошутили, ладно. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, я была в чем-то полезна. Хотя тут сильно нового очень мало. Это скорее, наверное, вот эти батончики. Может, если кто-то не видел. Вот печень эта земляничная. Да, и вот эти варежечки. Но, тем не менее, раскупила, решила показать. Всем пока. И всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok